Девушки отдыхают В настоящий момент биткон пробивается через направленное вниз сопротивление, что означает, что консолидация в настоящий момент имеет итоговое движение в направлении вверх, в бычий пробой, что происходит в абсолютном соответствии того, что мы обсуждали с вами последнее время. Продолжение бычьего тренда, очередной толчок к историческому максимуму в направлении цели нашего параболического тренда. Посмотрите сами, параболический тренд движется абсолютно в соответствии того, где мы сейчас находимся, и это может быть подтверждением четвертой базы данного тренда. Мы очень близки к этому вертикальному и крупному продолжению данного тренда. И глядя на четырехчасовой график, мы с вами наблюдаем пробитие зоны сопротивления. Мы с вами наблюдаем потенциальные признаки продолжения бычьего движения, что очень вероятно нас может привести к новой годовой вершине, и даже историческому максимуму. Восходящий низы, нисходящий вверх, а теперь и первый, восходящий вверх на четырехчасовике. А если мы с вами посмотрим на дневной график и обратим внимание на очень важный индикатор RSI, то увидим, что дневной RSI нам показывает пробитие вверх этого даунтренда. Поэтому пробитие этого даунтренда RSI совпадает с пробитием нашей зоны сопротивления, что является также очень позитивным и очень бычьим признаком, указывающим на продолжение движения быков. Это требовалось и для предыдущих пробитий. Предыдущие пробития, которые мы наблюдали у биткоина, как только мы оказывались выше этой зоны сопротивления RSI, наступали моменты, когда все складывалось очень и очень по бычье. Посмотрите сами, последний раз это было вот здесь, при этом мы можем уходить еще дальше в историю, наблюдая за тем, как образовывались пробития RSI этих трендовых линий. Мы с вами видим, что они играли ключевую роль, но не только они единственные об этом нам говорили. Если мы с вами посмотрим на Магди, его возможное пересечение, ведь похоже, что на Дневке Магди очень близок к тому, чтобы сделать пересечение вверх. И последние несколько раз мы с вами обсуждали на опережение именно этот сценарий, приближение к нейтральной зоне Магди, откак, а затем продолжение движения, что приводило нас к пробитию чуть позже. Вспомните, мы с вами проговаривали это в предыдущих обсуждениях, и сейчас мы очень близки к тому, что это предсказание отыграет, что, согласитесь, круто. Если вы посмотрите на Дневной Магди, то заметите, что когда мы не пересекались вверх, то те варианты, которые отыгрывали в гистограмме Магди, представляли из себя движение вверх, а затем загиб вправо. Сейчас же у нас обратная история. У нас как бы образовался загиб вверх и влево, можно сказать. То есть вместо того, чтобы терять импульс и опускаться ниже, мы на самом деле набираем силу, именно так, как нужно, что очень вероятно приведет к пересечению вверх. Таким образом, биткоин находится вблизи пересечения Магди вверх на дневном графике, что подтверждает импульс, то есть все буквально соответствует. Цена пробивает сопротивление, RSI пробивается, Магди очень близок к пересечению вверх, и это круто. Ну то есть, буквально все соответствует нашим ожиданиям. И ради такого дела, тебе обязательно нужно поставить лайк и подписаться на канал, что в итоге нас приводит к чему? К параболическому тренду. Очень точный анализ, и ничего не меняется. Да мне даже особо ничего не остается сказать, кроме того, что все, что мы обсуждали, отыгрывает. Вот так просто. И если наш анализ работает, то зачем его менять, зачем что-то делать по-другому? Как говорится, не нужно ремонтировать то, что не сломалось. Это просто замечательно, этот прекрасный параболический тренд. Ведь очень долгое время люди сомневались в том, что я говорю. Они сомневались в том, что парабола отработает. Но сейчас это безоговорочно, и мы очень близки к тому, чтобы уехать вверх, вертикально, и достигнуть крупнейшей локальной вершины. Но эта последняя вертикальная часть является огромным куском от процентных прибыли всего данного забега. Поэтому общая цель от 45 тысяч, база номер три, если цена удвоится, это 90 тысяч. Но мы с вами обсуждали, что диапазон целей, самая нижняя часть, 87 500, сетап недельного сквиза, запертый в ловушке ликвидности. Так что, если мы достигнем нашей первой цели, этой запертой ликвидности 87 500, и поднимемся выше, поднимемся выше 90, то следующей целью будет, скажем, 94 500, то есть 2 6 1 8. То есть это целевая зона для нас, находящаяся на этом тренде. В моем анализе ничего не изменилось, и я не хочу ничего менять. Может показаться, что я в своих видео повторяюсь, но это работает. Анализ оказался верным. Так какого черта мне нужно что-то менять? Какого черта мне говорить что-то другое? В любом случае, ребят, это наша целевая зона между 87 500 и прямо под 95 тысячами. Так что этот вот зеленый прямоугольник является остановкой, в которую мы планируем приехать. Во время этого крупного пробоя. Жду с воодушевлением, что это все отработает. Потому что весь в нетерпении, чтобы сделать уже новый анализ. Потому что мы уже очень давно идем по вот этому плану. Так что в какой-то степени уже немного наскучило повторить одно и то же, хотя мы уже очень близки к тому, что все в полной мере отыграет. После чего, скорее всего, вещи поменяются, когда мы достигнем локальную вершину, а можем и не достичь. Вероятно, все. Но мы будем очень внимательно следить ситуации и тем, что происходит в рынке биткоина. И если, ребят, вам заходит то, что я говорю, и то, как ребята из CryptoCommons это озвучивают, все эти классные предсказания и отличные слова, то нахлобучьте кнопки лайка и подписки. А если напишите еще и классный комментарий, то ваша цена в наших глазах непременно уйдет на исторический максимум. Всем профитролей и до встречи.